все красиво только сейчас мы вам расскажем маленькие нюансы и моменты дизель который бегал там хотя бы 200 тысяч ходил без ремонта сейчас разваливается до 100 сегодня у нас интересный автомобиль новый hundai porter porter 2 евро 6 евро портер двадцатого года двадцатого года пробег 21 047 то есть смотрите как тут уже все выглядит красиво то есть на автомате все светится кнопочки все как положено то есть все красиво только сейчас мы вам расскажем маленькие нюансы и моменты автомобиль не стоит на гарантии то есть не обслуживаются у дилеров на вопрос почему хозяин ответил что привезли его именно скорее то есть и тут его не ставили гарантийное обслуживание то есть опять же по нашим всем видео клиент приехал и уже приезжает третий раз вам до третий раз первый раз делали осмотр замену масла второй раз было жалобы жалобы на то что идет по утрам заводишь стук потом на горячую стук в двигателе на самом деле это был грохот который издавался с верхней крышки с грм то есть десять тысяч назад так все сразу вот сюда забежим вот мы будем тоже компьютерную диагностику делать на самом деле пробег скручен вот он у нас пробег заходим и реальный пробег нашего автомобиля вот он 65 508 ну даже пусть будет 65 даже пусть будет 100 вот последнее того то есть здесь тысяч назад сейчас машина повторно то есть пришла на то опять и опять жалобами на хороший звук двигателя то есть здесь тысяч назад мы меняли гидронатяжитель верхней цепи меня лишь кив генератора меняли 4 ролика и вот натяжитель верхней цепи все тишина прям как новенький очень в идеале все прошло десять тысяч и снова появился звук сейчас вот смотрите заводим автомобиль даже если она на автомате она все равно не не заводится кстати вот то есть вот машину берем пробуем на ключ не заводится на автомате необходимо задавить на тормой что-то пошло не так вот смотрите отсюда я если послушать двигатель то есть работает в целом хорошо ровненько вопросов нет то есть прошлый раз я стоял прямо ужасный грохот двигателя мотор у нас тот же 2 и 5 4 cb но евро 6 форсуночки не как гранд старой состояли генса а здесь это выбор также здесь саживаем фильтром так вот также были жалобы что по утрам машина заводится заводится она и прям передергивается вся и под нагрузкой под нагрузкой там где-то примерно как объясняет где-то наверное когда не прогрето полностью градусов 60 50 при нажатии на газ то есть слышно как подступили топливные форсунки то есть ну с форсунками мы уже сталкивались на гранд старых евро 6 дэнса но вот именно с этими еще пока не сталкивались чтобы они там что-то стучали и дымили или что то есть надо им жалоб у нас нету по параметрам двигателем все хорошо даже вот у нас саживай есть вот смотрите в конце сажа 0 78 грамм да ну 1 0 20 пусть будет у нас говорил я в каком-то и 40 по моему было предел сажи это 60 грамм то есть это уже все ничего не сделал то есть 20 40 можно сделать и регенерацию прожить и что такое так вот звук у нас появился теперь снизу там снизу что-то отваливается сейчас мы его подымем и получается вот если по ходу движения смотреть в районе балансировочного вала пытается отвалиться что там слышно и цепь и слышно как будто балансировочный вал машина пришла у нас на т.о. также у нас будет диагностика ходовой жалоб нет но сказал посмотреть все то есть вот у нас компьютеры диагностики диагностика ходовой маслом двигатели фильтр воздушный фильтр то приехал человек полностью со всеми за всеми своими кроме салонного салона у нас тоже не оказалось салонный там такой картридж впереди под маленьким капотом вот масло вот под сажевый фильтр специально фильтр воздушный он у нас также как евро 5 и в евро 2 или евро 3 находится здесь впереди самом неудобном месте то есть если корпус воздушного фильтра нет герметичный как только мы заехали в лужу он сразу затягивает туда воды фильтр масляный и фильтр топливный вот фильтр топливный конечно не самого хорошего качества трон но не самый плохой вот он воздушный фильтр то есть вот уже видно что это все искажается кривица то есть когда мы заезжаем в лужу он затягивает воздух или даже где-то вы ударили его бордюрчик оба что-то ударили лопнул потом в лужу бах гидруда снизу они ничего не изменили евро 6 то есть не отопитель шланги не кондейные то есть даже рейка вот он у нас новенький каждая гаечка вентилятор кондиционера все на своем месте и вот он вот он прям звук вот здесь тук это одно но вот этот перекатывание какой-то вот сальник кривала передний уже потек то есть уже начал укидывать после портам по колодкам сразу видно что все новенькое прям вообще вот он звук вот в этом месте то есть сверху мы смотрим ничего нету слушаем так что вам еще показать коробка вот она автомат точно такая же как у грандстаркса я бы сказал то есть ничего тут они нового не придумали все изменить это автобус грандстаркса сзади уже более качественный вакуумный насос стоит евро 6 уже у него корпус усилен и вот такой клапан в игре стоит навешали здесь он там тнвд и стартер зато стартер вот стало удобненько здесь прямо можно открутить фильтр топливный уже стоит немного под углом тепло обменники евро 6 вертикально под углом так здесь что у нас здесь вот она мочевина наша тоже большая бочка форсунка кардан смотрите кардан дело в том что когда у нас всем служим и все есть масленочки есть аппарата есть можно замену произвести вот он номер даже оригинальный кардана увала если вдруг кому-то надо будет вот сейчас стоим то есть без шланга запах не едкий прям все чистенько вообще кровотлично блок он стоит блок лямбда зонда вот он он то есть это лямбда зонт выше стоит блок лямбда зонда по ресорам здесь серия ничего не изменили вот он бачок стоит мочевины сзади тоже если какой-то удар или что-то сразу развалится запаску тоже ничего не изменили вот это вот очень многим не нравится что запаски разные одна большая маленькая все также такой же принцип ничего не сменили по ручнику по тормозам то есть вообще ничего не сделали единственный момент на втором портре там евро четвертым и евро пятом у них стоит усилитель тормозных сил вот здесь его здесь нет уже есть абс два датчика без приходит но усилителя здесь нет сейчас посмотрим можно никуда дальше его спрятали а но у нас если то есть есть абс значит есть блоком и логично что его не не будет получается у нас 65 тысяч пробега уже второй раз залезем двигатели получается нам придется открыть полностью цепи все то есть снять поддон все вскрыть причины опять же может быть нижний гидронатяжитель может быть какая-то цепь успокоить это крышка валов балансировочных это сам вал балансировочный потому что звук именно вот по левой стороне и вот он с таким даже характерным стуком здесь идет делать мы это будем либо сегодня до того либо возможно что будем скрывать следующий замене масла это обсудим уже с клиентом как он нам скажет происходит как на обычном втором портере то есть неважно это евро 4 евро 3 евро 5 то есть фильтр топливный находится в том же месте вот он у нас так он тут и стоит все разъемы датчики температуры воды все на своих местах салют ничего не изменили поэтому обычно замена масла обычная замена топливного фильтра и воздух так но вот принципе принципе рассказали не знаю что даже еще выяснится у нас дальше что вылезет сейчас заглушим поставим сливать масло и будем обговаривать с клиентом по поводу этого нехорошего звука который появился у нас так вот сейчас вам покажу то есть что вот получается 10 тысяч назад менялся шкив генератора вот этот заклинил 4 ролика здесь и менялся гидронатяжитель цепи вскрывалась верхняя крышка грн то есть вот это и там менялся стоял на холодную и на горячую выглядит он вот так гидронатяжитель вот это именно верхнюю то есть так он выглядит то есть здесь мы его поставили прошлый раз новый и все было прям отлично вот щуп непонятно вот сейчас вижу он вылетел сам или его туда не поставили закидала грязью посмотрим что там вообще с маслом максимальный уровень хотя здесь показывают другой стороны да все верно максимальный уровень масло масло черное но все как всегда так клапан управления турбины все точно также турбина уже евро считая стоит потом киндер кулера все так вот смотрите поставили новую реле свечей накала вот такая у нас с синим разъемом ну и топливные форсунки топливные форсунками уже сделали более мощный кронштейн более мощный болт стоит так форсунка у нас 33 800 4 а 200 то есть сейчас на новых соренто на новых сантафе идут такие же топливные форсунки почему-то на получается принципе гранд старик с евро 6 и портер евро 6 одно и то же но отличие вот именно в топливной системе то есть насос тот же самый dance а высокого давления остался а форсуночки они заменили то есть здесь оставили bosch а на гранд старик уже стоит dance но я не удивлюсь что сейчас клиент скажет давайте сейчас могу ли я поездить еще чуть-чуть надо бы мне сейчас поездить то есть сейчас давайте сделаем то и в следующем то приедем и будем что-то делать то есть это довольно часто ответ поэтому не человек где-то он скажет давать через двадцать тысяч ничего нового я не услышу брали паузу там узнали даже не узнали обсудили с мастером оказывается клиент ушел покушать хоть и время полдесятого это его право пока мы по телефону решили такие вещи не обсуждать вот заменю воздушный фильтр топливный пока и наш многоуважаемый клиент обедает вот видите как резиночка попала то есть стоит уже то есть все водичка могла сюда попасть когда продавать был воздухом надо датчик масса расхода воздуха прикрыть рукой то есть вот сюда отвод любой корпус любой корпус то есть воздушного фильтра надо продавать очень многие клиенты жалуются что не делают это сами многие меняют сами фильтр потому что говорит зачем отдавать там 250 300 рублей за то что я и сам могу сделать здесь корпус у нас допустим нет такой грязи не попадает а в других машинах очень много там песка грязи как только вы ставите новый воздушный фильтр снова все затягивает но опять же многие даже если обслуживают сервисе не не делают этого то есть опять же нет смысла от того чтобы там взяли отдали те же деньги думаете вам продули нет кто-то делает это какой-то вот дышкой заливают допустим чтобы сел лучше но опять же она может разъесть уплотнитель и потом он станет больше по размеру и не залезть нет герметик тоже не вариант так фильтр вставляем сюда в эту часть и потом аккуратно поднимаем вот эти вот ушки здесь это прям какие-то учения какой-то резиночка все шикарно просто я так предполагаю что ребята сами где-то меняли уже потому что последний то есть было давно но все же то есть и делал я его и вот так вот накосячить с воздушным фильтром я не мог там чтобы менять топливный фильтр ну как правило то есть то люди делают другом месте потому что многие не едут от того что ехать очень далеко приезжая там с юга и чтобы из-за обычной заменам масла то есть не ехать они делают ближайшем сервисе поэтому может быть такая проблема вышла а да 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 у нас на теплом стане открылся с новой автосервис очень большой красивый удобный может туда заехать и посмотреть что там да как так вот оттуда зайти вот он топливный фильтр тут прям как будто бы никого никогда не было даже разъемы все как новенький то есть здесь все есть так новое дело в том что как будто она не видела грязи и песка еще обогрев ничего не изменили датчик температура такой же сейчас возьму вот обычно приезжают на протерах то есть вся эта проводка все отломано все разломано живого тут ничего нет если допустим здесь все в киске то скорее всего будет приснять и чинить отломается надо просто продуть воздухом теперь цене вот именно подачу топлива так можно открутить две верхние гаечки он там и вытащить топливный фильтр но это не всегда удобно я отворачиваю полностью корпус то есть на месте уже отворачиваем гаечка не знаем даже историю менялся ли топливный фильтр не менялся прошлый раз то есть я этого не делал было только замена масла надо болт найти сразу слился хорошо быстро есть одно как как бы здесь такой момент то есть если сливается долго то есть и такой он булькает еле-еле сливается иногда бывает надо ручной подкачкой попробовать то есть слить то это как знамение о том что он был забит ничего такого страшного нету стороннего тоже запаха нету фильтр может открутиться как руками так и ключом следите за тем когда будет отворачивать чтобы обогрев не прокрутился но к примеру заметили угол обогрева и угол корпуса то есть должны сходиться просто если провернется то корпус не сможем его ставить без проблем открутился и вот это колечко опять же следить чтобы кольцо уплотнительно всегда было без кольца но зачем это кольцо вообще здесь нужно у нас есть один контур и второй то есть здесь зашло не очищенное топливо здесь вышло очищены или наоборот допустим да и между двумя этими контурами чтобы они они не смешивались грязная с чистым стоит именно вот это колечко то есть если его убрать то здесь будет у нас проход для топлива то есть топливо будет смешиваться так и заглушку убираем можно опять же маслом чем угодно чуть-чуть помажьте всегда потому что резинок очень много я видел когда они сломанные полопанные порванные того что и закусывает допустим вы поставили затянули все хорошо или резьбы нету так как датчик пластиковый или резинка порвана то есть появляются какие-то проблемы и это здесь под резиночку мазнули и само кольцо если дома нет сжатого воздуха то есть сами делаете сжатого воздуха у вас нету возьмите какой-нибудь очиститель но допустим вот любой допустим баллончик очиститель пусть это будет карбюратора очиститель тормозов или что-то и также вместо того что воздухом то есть промойте датчик воды промой малейшая мусоринка которую вы здесь затаскиваете она потом попадает туда в тмвд форсунку если есть регулятор то регулятор забивает сетку и то далее то далее то есть вот вот в этот обогрев должен сопать вот в этот паз момент следующий дело в том что может быть заметили что здесь нет ручной подкачки дело в том что здесь стоит подкаченый насос в баке принципе вы можете просто покрутить стартером то есть включив зажигание насос не включит и не прокачает топлива он будет прокачивать только тогда когда вы крутите стартера если если вы сами заменили топливный фильтр ну да надо будет там 57 секунд покрутить стартером на поле наполнится топливный фильтр и она запустит ну в целом критичного ничего нету но это не совсем правильно надо подключить диагностику там есть специальная функция удаления воздуха и с топливным то есть прогнали удалили потом завели но просто насосы дело в том что насосы бывают разные и кто-то боится вот этого вот малейшего попадания воздуха насос какой-то боится какой-то нет уже решать вам как вы будете я допустим буду делать у меня есть диагностик я смогу удалить ты подключить и удалить это как положено если говорю раньше стояла лягушка рукой накачали но в каком-то даже я думаю для людей которые будут менять сами для них это будет большой плюс потому что очень многие говорят что они заменили топливный фильтр возле дома лягушка не качает они мучаются крутят качают там то есть это целая прям какая-то история получается поэтому так как здесь подкаченые насосы им будет проще все это делать это будет пусть и неправильно но но проще поставим сливать масло в любом случае даже какой бы расклад у нас не был мы поставим просто сливать пусть она чем дольше сливается тем лучше замену масла здесь коробки будет также где-то примерно 90 тысяч то есть уже учиться 65 есть она будет либо частичная либо частичная замена со снятием поддона прокачаем удалим воздух системы а потом будем шприцевать кардан то есть кардан никто не шприцевал еще напомню 65 тысяч пробега наш лаунж пока еще справляется даже с евро шестыми конечно есть моменты где он что-то не видит но в целом еще пока справляется у нас есть уже более новая диагностика более совершенную вот но этот обновили он принципе вот у нас евро 5 евро шестой так необходимая работа после замены компонента регенерации системы снижения токсичности информации не дает вот сволочь какой кабель у него такой прям метр да непонятно подкачной насос есть должен как и везде дать топливный насос внутри топливного бака запускается на 200 секунд если лаунжи дает там допустим 31 секунду если не ошибаюсь этот решил прям выкачать все там вообще прям на санта-фе соренто то есть неоднократно делали удаление воздуха и приходилось то есть делать запуск удаление воздуха два-три раза то есть там под 30 секунд а вот уже здесь новые диагностики диска не то есть здесь уже но получится 200 секунд чтобы более чем достаточно то есть а папа все удалил окей все порядке снова ждем пока у нашего клиента сейчас сольем масляный фильтр маслом закроем пробочку сливную можно прикрутить масляный фильтр потому что он нам не будет мешать не ничем при вскрытии цепей установки цепей вот по этим масляным фильтром допустим у нас есть там оригинальные фильтра бошевский bass fist там что-то еще и допустим до мандошные фильтра и люди спрашивают подходят ну те кто обслуживались у меня и говорят можно ставить вот по поводу масляного фильтра знаете никогда ни разу не слышал чтобы кто-то пожаловался что из-за фильтра что-то сломалось именно на этом двигатель на вот 2 и 5 до 4 cb кто бы чтобы не ставил какие бы хороших плохих то есть никогда нарекания на масляный фильтр не было вообще никогда то есть не сталкивались все щас таки поэтому когда люди привозят фильтр то есть любого производителя мне принципе все равно то есть что он там что это за фильтр вообще спрашиваю да какой поставить лучше не знаю какой потому что работают все хорошо так это у нас колечко колечко под сливной пробочкой все отличное прошлого все новенькое не раздавлено просто у него с собой нету у нас хоть и есть но когда кольцо не раздавлено принципе смысла не имеет то есть раньше он весь обливался все это бежала в разные стороны теперь она аккуратность стекает с одной стороны то есть еще прям сказать практически идеальный вариант здесь немного изменили угол и все стало свои места фильтр всегда я подтягиваю тоже ключом говорил уже что не раз сталкивались с тем что когда люди сами подтягиваете ли мы кто-то обслуживали в сервисах раньше и они откручивались поэтому сейчас всегда подтягиваем ключом так вот этот жалоба по утрам допустим сегодня там было холодно две-три секунды неровная работа двигателя и сизы дым с трубы проверяем свечи накала можно было бы сказать конечно форсунки компрессия но не на новом двигателе не с пробегом 65000 потому что свечи накала не редкость когда на новых машинах не работают вообще ни одна или не работали вообще с завода поэтому проверяем 2 работает прозванивается работает 2 работает 3 работает 4 работает смотрите еще также по просьбе клиента сказали раз вы будете проверять уже открутите и помажьте свечи накала то есть сейчас мы их выкрутим так как завода их никто не смазывает ничего не не делает поэтому я считаю что это верное решение так со свечами накала есть ничего нового та же самая шина ошибки после обрыва цепи свечей накала не было значит говорит о том что сюда все доходит питание свечи должны уже стоять евро 5 более таки усиленные вот начну с самой удобной со второго цилиндра спешить не будем сразу как-то вот то хорошо идет как будто кривая в одном месте закусывает до свечи то есть уже толстый евро 4 стержень более тоньше на евро 6 точно такие же как на евро 5 вольтаж я думаю точно такой же хотя реле они изменили и вольтаж может быть другой вольтаж почему-то на свече вот здесь обычно указывал сейчас не указал а вот он есть а нет вольтаж 4 7 вольта на d4 cb то есть до этих пор всегда шли то есть 11 вольт 14 вольт а тут 47 как на 2 и 2 наш б получается это сорента санта-фе 2 и 2 карнивал новый идет 47 у них там бывает 47 или 5 и 7 вольт вот такое то есть свеча получается точно такая же по вольтажу ну вот реле стоит то есть они взяли тоже оттуда ворле свечей накала по вольтажу мощности то есть как на hb 2 и 2 форма то есть свечи осталось именно с d4 cb тоже новость то есть как бы постоянно не делают одно и то же всегда что-то вносит пол оборота тяжело пол оборота легко он на гар уже стал появляться сейчас вывернем все четыре свечи продуем колодцы также разговаривал сейчас с клиентом он говорит что заправился на бипи и на рост нефти и машина горит не едет не тянет дергается то есть такое ощущение что сейчас вот тут заглох но горит заправился где-то там на тот нефти и машина полетела горит как новенькая вот тоже изменили кронштейн крепления здесь был такой с прорезью на евро 5 евро 4 специально чтобы вывернуть свечу а здесь эту прорезь уже убрали с кронштейна и подлезть я не могу так в принципе все здесь соберем также как было и все потом еще очень с карданом а пока по цепям вроде как хотят но получается здесь частичный разбор салона у нас для того чтобы то есть залезть а потом уже сама замена то есть теперь радиатор можно как снимать так можно и не снимать при замене цепей если у вас опыт достаточно большой можете не снимать радиаторы то есть а если все-таки хотите прям удостовериться все они не всем не ошибиться то радиатор конечно можно снять если без кондиционера снимается легко с кондиционером чуть посложнее что интересно с этим мотором вот сейчас получается двигатель уже на соренто перестали устанавливать потом перестали устанавливать на гранд старых сейчас как она с сэфи как этот новый не гранд старых сейчас перестали делать как раз новая машина новый но то есть они же отказались вот этого двигателя d4cb а вот на портере интересность так ставим упор переднее колесо заднюю ось будем вывешивать так вот маслёночки моего не ну можно было конечно и прокатить вот видно что ни разу никто еще не мазал сейчас мы промажем так отсюда уже пошла пошла темновато даже не поймешь каким она уже цветом там была внутри я попробую изменить угол это вряд ли конечно поможет но ну значит уже подходит крестовинка потихоньку через саму тормотницу проходит а вот на крестовине два подшипника не промазываются видимо поджатые они каким-то образом то две промазали две нет так ну вот по крестовине два подшипника на дальней крестовине не пошло через них к сожалению тут ничем не можем пока помочь все заканчиваем обговорили весь замену цепи пришли к решению что сейчас вот допустим я завожу двигатель все он работает как часики дело в том что так бывает всегда с любой машиной новое масло двигатель холодный давление масло высокое то есть хватает натянуть цепи убрать все эти зазоры смазать и т.д. и т.д. вот работает как новый работает как часть пришли к такому решению что сейчас оставляем так как есть вот и катаемся если вдруг там процессе эксплуатации будет усиливаться там через три тысячи через пять ездят они 9000 на нем до замены масла если усиливается то у нас здесь водитель сам просто нету хозяина хозяин то есть записывается и на целый день мы будем уже потом производить замену парить дело в том что в данное время и на данном автомобиле мы посчитали минимум без масла без масла посчитали минимум это 60 тысяч замена по максималке если если из строя выходит нижняя внутренняя цепь грм она стоит 16 17 тысяч плюс ее замена две с половиной но в лучшем случае получится у нас 80 то есть с крышкой с этой внутренней крышка внутренняя грм она не относится к замене цепи она меняется отдельно дело в том чтобы ее вытащить необходимо снять гидроусилитель кронштейн гидроусилителя щуп с другой стороны компрессор кондиционера и потом только крышку то есть довольно все сложно отдельный процесс так вот пробег у нас 21047 указанный на табло сейчас обговаривал с водителем якобы был у них разговор что они покупали его был пробег 6 7000 и он спросил скручен ли пробег вот дело в том что им заявили что было скручено тут тысяч 30 когда они взяли якобы новый там пробегом 6 7000 30 тысяч было лучше вот сейчас я просто зашел уже показываю водителю что пробег вот все на этом заканчиваем сейчас жалоб вроде ничего нету единственное что вот по утрам то есть человек будет водитель наблюдать она будет себя вести вот эти подергивания то есть сизого дыма оказывается нет то есть заводится и неровно работает двигатель то есть как наверное говорят многие то есть все же при ремонте новых машин то есть вот дизель который бегал там хотя бы 200 тысяч ходил без ремонта сейчас разваливается до 100 то есть развалился вверх потом развалился низ потом что будет дальше не знаю то есть вот будем как бы за этим процессом следить потихоньку евро 6 хотя на гранд стараксе принципе себя уже ходили по 140 по 200 есть евро 6 которые 16 года пошли как как бы нет жалоб вот первый евро 6 портер и вот неудачный евро 6 то вот будем как бы учиться собираться или столкнуться чем-то подобным то звоните то есть если что-то сможем рассказать подсказать то да конечно не вопрос а так все заканчиваем на этом наш ремонт изучение портера закончился на сегодня вот жаль мы в прошлый раз не снимали как меняли ролики конечно пропустили это видео и замена натяжителя верхней цепи все до новых встреч если что звоните приезжайте до свидания и Продолжение следует...